Если за последние три года что-то и происходило в нашем городе неординарного, то это устраивал Нобель. Правда, открывался ресторан в бывшем кинотеатре Ватутина спокойно, как респектабельное место для эстеблишмента. Перформансы начались потом. Сначала приспосабливались к поварам, осваивая свою несетевую гастрономическую нишу среди уверенных в себе и даже слишком уверенных сетевиков. Не сразу, но им пришлось раступиться и признать в гадком утенке прекрасного лебедя гастрономии, где обед и ужин заняты практически полностью, а выторгу по кухне впору позавидовать. Понятно, что не сразу все устроилось, но так ведь и цыплят по осени считают. 10 декабря считать гостей было бесполезно. Сотни довольных жизнью, собой и рестораном людей прибыли без опоздания, потому что по опыту предыдущих праздников ожидали перформанс. Раиса Манжола, хозяйка Нобеля, позапрошлом году впервые привезла в Киев Андрея Бартенева. Это был шок. Потом он повторился в новогоднюю ночь, от которой гремел весь город, а дольше всех не могла угомониться пресса. Но тем интереснее было ожидание третьей годовщины. Без перформанса Нобель невозможен. Но неужели опять Бартенев? Нет. Нашелся пророк в своем отечестве Влад Троицкий, режиссер и устроитель третьего по счету перформанса и первой зимней дискотеки. Теперь, когда благодаря Нобелю померкли вечеринки стандартного формата, интересно, как будут выкручиваться другие рестораны. Да подлинно известно только то, что Нобель на достигнутом не остановится. По рукой тому новогодняя ночь.